Всем привет, дорогие друзья мои! Сегодня у меня для вас смарт-часы, фитнес-часы, смарт-браслеты, вам не важно! Вообщем, Amazfit от компании Xiaomi Это альтернатива, скажем так, Mi Band'у от той же компании Xiaomi О котором, наверное, все уже знают, Воробьи и Голуби наверняка уже чирикают Про вот этот фитнес-браслет, о нём знают все А вот о вот таком браслетике я узнал от своего подписчика Он мне кинул, говорит, слушай, вот такая штука есть у Xiaomi, закажи посмотри Посмотрел Заказал И теперь мы с вами посмотрим, что нам сегодня подкатило Давай, смотри! Ну, упаковано в ту же белую коробочку, что и Xiaomi сейчас упаковывает Мой Mi Band приходил в такую картонную Ну, как обычно, всё плотненько Ну, блин, ну они, ну, похоже на Apple Watch Ну, скажите мне, что нет? Да похоже, писец как скопировали Так, у нас они зафиксированы на такой вот площадке Давайте их отсюда извлечём Ну, на первый взгляд классно Тоненький Ох, какой классный ремешочек Хорошо, хорошо Пульсометр, все педали Так, здесь у нас находится провод Нет, это, ага Отдельная, значит, магнитная площадка специально для них Вот таким образом Ага, ну не то, что магнитная Она ещё зашлёпывается Они там сидят уже действительно классно То есть не только магнит, но они там защёлкиваются Держа, как говорится, корпус наших часов Ну ничего, давайте посмотрим Блин, китайщина 72% заряда в наших часах Китайщина, ребят, ну... Короче Сейчас нет смысла это всё ковырять Я попробую установить хотя бы английский Если здесь нет русского И буду на английском пользоваться Но пока мне не нравится Уже на китайском при старте Что, что мне там делать, блин? В общем так Я сейчас их... С ними разбираюсь Ими пользуюсь Неделю, может другую И вам говорю... Ну две, наверное... Недельку, недельку поюзаю И вам уже говорю свой вердикт Что мне понравилось, что мне не понравилось Что мне хорошо, а что мне плохо В общем, как всегда, монтаж Ну что... Прошло примерно 5 недель Может быть чуть более С того момента, как я распаковал И одел эти часики себе на руку И я вам скажу следующее Я свой Mi Band 2 Меняю на вот эти часы Даже несмотря на тот-то минус, о котором мы сейчас с вами поговорим Те подписчики, которые подписаны на мой Инстаграм и ВК Видели ту проблему, с которой я столкнулся на момент распаковки Здесь не было не то, что русского Здесь и английского языка не было, но... При подключении данного девайса к приложению Mi Fit на смартфоне Мне сразу же прилетела обновлялка И мои часики обновились И здесь появился только лишь английский язык Но, в принципе, для меня это как бы минус И это единственный минус, о котором можно сказать в этих часах Но для меня минусом не является, так как все уведомления о звонках СМС, уведомления от всевозможных приложений Приходят на русском языке Что мне больше всего в этом браслете понравилось Так это экран Здесь так называемая рефлективная матрица То есть фишка здесь какая Чем больше света сюда попадает, тем лучше видно, что происходит на экране То есть открытых солнечных лучей этот экран не боится Чего не скажешь про Mi Band 2 Здесь вообще ни хрена не видно солнечную погоду Также с легкостью вы можете вызвать подсветку одним нажатием На одну единственную кнопку на этом браслете И ваш экран подсветится даже в темное время суток И да, ребята, здесь цветной дисплей Конечно не такой яркий, сочный и красочный Но все-таки здесь есть градации Синего, зеленого, белого, красного Чего в Mi Band'е нет вообще По функционалу здесь разница с Mi Band'е просто аховая Здесь не приходится, как на Mi Band'е постоянно нажимать Чтоб посмотреть то или иное достижение в фитнесе Ну не знаю, калорий, пройденные шаги Здесь это все находится на одном экране То есть вы нажали в статистику, вы посмотрели Все Я не говорю про то, что уже выставить, не знаю, компас, будильник, таймер, погоду посмотреть На основном экране мы видим Watch Face Который можно сменить на более подходящий, благо выбор есть Смахивая вниз мы попадаем в меню смены режима сна И также здесь отображает статус батарейки и блютуза Снизу вверх мы попадаем в меню уведомлений И то, что я уже сказал, мне здесь больше всего нравится Не нужно постоянно клацать по этой сенсорной кнопке, чтобы посмотреть какие-то спортдостижения Просто зашел в меню и посмотрел, чё-то там набегал, чё-то там находил Далее, что мне опять же показалось удобным, это выставление будильника Но, не прибегая к смартфону, вы не сможете выставить нужное время на самом браслете Вы только сможете активировать, либо включать заранее выставленные будильники Я, например, это сделал следующим образом У меня в нужное время стоит несколько будильников Когда мне нужно, я их просто активирую с браслета Для меня лично это удобно и для меня это плюс, в отличие от Mi Band 2 Далее мы видим меню настроек, в котором вы можете, собственно, настроить главный экран Так называемый Watch Face И при желании еще и скачать в приложении Mi Fit понравившийся другой какой-нибудь Watch Face И также имеется менюшка настройка подсветки Но у меня стоит на двойке, и поверьте мне, этого достаточно Так как ночью этой подсветки хватает А днем, в отличие от Mi Band'а, здесь видно абсолютно все Чего просто с Mi Band'а вы будете вот так вот всматриваться и ни хрена все равно не увидите Вот здесь, в этом огромный плюс Автономность данных смарт-часиков вообще не подвела Она точно такая же, как и у Mi Band'а 2 Примерно 28% ушло за 16 дней То есть по статистике самого же Mi Fit'а мне показывается, что 72% на данный момент То есть примерно 7% за неделю уходит Это в предусловии того, что у меня Bluetooth постоянно подключен к моему смартфону И приходят всякие уведомления и тому подобное То есть как я привык с Mi Band'ом не заряжать длительное время свой браслет, часы или как-то хотите назовите Эта же привычка у меня останется и здесь Я очень люблю, когда автономность у смарт-часов хорошая А здесь это на уровне так же осталось, как и было в Xiaomi Mi Band'е Что касается влагозащиты, здесь все отлично Вы можете спокойно ходить в баню, купаться Я уже несколько раз принимал ванну и душ или с водой В общем, все отлично Возможно, со временем какая-нибудь дырочка найдет свой ход И что-нибудь туда протечет и попадет Но пока на данный момент использования и тестов этих часиков Они себя показали только с лучшей стороны И да, кстати, здесь Gorilla Glass защитное стекло И оно нифига не царапается Не бойтесь за то, что вы где-то что-то зацепите этими часами в какой-то угол И они у вас треснут или разобьются Нет, все отлично Ну и вишенкой на торте будет их внешний вид Они действительно классные Они не смотрятся курантами Они тоненькие Они не будут цепляться за что угодно За куртку, там, не знаю, за какой-нибудь косяк дверной Они действительно сделаны элегантно У них хороший ремешок, приятный к телу Который, кстати, если вам не захотелось его использовать Можете поменять на свой Здесь это все дело кастомизируется двумя щелчками И вы ставите свой металлический, либо кожаный, какой захотите Да, да, кому-то покажется, да кому-то Мне тоже показалось, что они, по-первых, похожи на Apple Watch Да, они очень похожи по дизайну Но, несмотря на это, они мне больше нравятся, нежели Mi Band 2 И теперь эти часы будут у меня за основные Вот, в общем, вот такие вот часики Я постарался рассказать практически все, что можно про эти часы Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете их смело задавать в комментариях Я постараюсь на них ответить Что думаешь, ты относительно данных часиков Можешь написать в комментариях под этим видео Мне будет интересно почитать и твое мнение Папа, ага, это чё тебе? Apple Watch приехали? Это не Apple Watch, кот А чё это такое? Это Amazfit Beep Amazfit Beep? Какой Beep Beep? Amazfit Beep? Ты, ты как чё сказал Beep Beep? Я тебе дам, всё, оттань! Ага, хороший? Это как Xiaomi, да? Как Xiaomi А-а-а-а, старый ты-то давай уже откуда денешь Я думаю ты их себе отдашь Отдашь? Отдам Ну а давай сюда давай, давай давай Ну а видал, теперь у меня фуи 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 А что, я сказал фуи 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 А что, вот так звучит, а я ничего не поделал Фуи 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 фу А я одену, понял? У тебя в среду всё, что она эта Я quien наиспрация